Правильно, за Китай на первом раунде на Крова Зареза играет Юнион, и команда Октавиа будет играть за американскую сторону, поэтому будем внимательно следить за ситуацией. Возобновляется игра, пошла разбежка с обеих сторон, летают вертолеты, интересная позиция, выбрали обе стороны. Возка с Вилл Манки с одной стороны против одного лишь Бригги, с другой, видимо, Юнионы решили акцентировать внимание на пехотных боях и вообще на земле. Встречают сейчас Помпей вместе со своими напарниками, перетяжку на Эхо, забирают, практически забрали центр, минуснули сейчас пехотинцу Юнионов в центре на мосту. И ситуация в воздухе никак не меняется, подключается еще HTC со стороны Юнион. У обеих сторон по здоровью вертолета 100%, поэтому смотрим, как будет складываться ситуация на земле. Пытается контролировать Вилл Манки центральный флаг, не дать им его переезжать Юнионам. Посмотрите, сейчас Марст сделал перетяжку на эту точку Эхо, пошла капать точка. И Юнионы пытались совершить рывок на Альфа, но это им не получается. И все же воздух остается за командой Юнион. HTC и Брига сохраняют лить превосходства в воздухе, но все же получают заряд от багая с иглы и также теряют вертолет. И сейчас все бои будут происходить не на земле, не в небе. Размениваются бойцы с обоих сторон на точке Дельта. Команды Октави сейчас имеются под контролем. Три флага. Команда Юнион лишь точка Дельта, и то они ее уже потеряли. Фулкап, кажется, сейчас оформили команду Октави. Им осталось дожать только Дельту и... Нет, все же Эхо никак не отдает Юнионы. Очень быстро теряют тикеты российская команда. 195 у Юнионов и 238 у Октави. Никакого сейчас движения не происходит на Эхо. Ждут обе стороны. Весь бой происходит на Дельте. Чарли только что отбили Юнион. Очень плохо для них терять очки в первом раунде на старте карты. Ведь это может ударить не только по общей картине, но и по моральному дуру. Поэтому делать перетяжки следует очень внимательно. Но все же Альфу без труда забирают команды Юнион. Потеряли они только что домашнюю точку Эхо. Потеряли также и Дельту. И остается у них только Чарли. Но на Чарли уже подходит Буркас. И начинает перетяжку. Не встречает никакого сопротивления. Остается Нео на крыше. Поднимается на лифтинг. На ключевое здание на этой карте. В небе у Октавии вертолет. И делает минус по Симбе. Не остается танка у Юнионов. Старается как можно быстрее удрать от взлетающего вертолета со стороны HTC Бриги. Посылает вслед ему торпеду. Получают ли они? Не получают сейчас попадания. Российская команда Иль. Минусует вертолет. Команды Юнион. Сохраняют. Росходство в небе. Лоска и думанки. Но остаются на соплях. И продолжают оставаться в укрытии. Дочиниваясь. Просто Сохраняя преимущества. И помогая пережимать точки. Как в центре, так и на окраине домашних. Жаркий бой проходит на дельте. С обоих сторон по два бойца. Симба засел в центре. В центре, прошу прощения. В здании на дельте. Но похоже был Симба, а сейчас отвлекающий Мунион. Он для Помпея. Помпея зашел сбоку и минуснул двоих Октавионов. Дельта остается за командой Юнион. Большие проблемы испытывает российская команда. 116 на 222 в пользу Октави. И сейчас Октави, если так будет продолжаться ситуация на протяжении, сохраняясь в протяжении всего раунда, то у Октави есть все шансы сократить ту разницу, которая была между обеими сторонами после первой карты. И двух раундов на ней. Забирает последнюю точку команды Юнион Октави. Пережимает последнюю. И похоже, что будет все же наблюдаться какой-то момент. Момент фулл капа, когда ни одной из сторон не остается ни одного флага. Напоминаю же, даже если Октави выиграет этот бой, а Юнион проиграет, то у обеих сторон будет равное число очков в этой таблице результата в дивизионе. То есть будет у обоих по 10 очков. И у обоих сторон еще останется одна игра в запасе, которая пройдет на следующей неделе. Но тем временем, подсочаясь к ситуации на карте, Лоск взлетел. Подключается к нему еще Evil Monkey. Пошел бой двух вертолетов. Подходит Лоск и Evil Monkey. Воздухи теряют рэп. Юнионы, похоже, тоже... Да, только... Нет, все же у них остается еще рэп, видимо. Поэтому есть шанс, что воздух все же перейдет в руки Юнионов. Потихонечку продвигаются. Азийская команда. Центр. Встречает сопротивление. Еще шаункиллера Симба. На нем еще неудачно разрезался Багай, поэтому... Немножко смешно вышло. Пошла перетяжка сейчас от Октавии. Два пехотинца, два итальянских бойца уже на домашней флаге Эхо. Подправка подключается, означает третий. Похоже, решили отдать Октавиона центр. Поскольку ситуация сейчас с вертолетами очень неоднозначная. На хвосту сейчас буквально в лоб сейчас идут Лоско и Evil Monkey и минусуют вертолет Юнионов. Блистяще себя показывает итальянцы. в небе на Кровавой Заре. 34 тикета у команды Юнион. 180 у команды Октавии. Если сейчас Октавия выиграет с примерно такой разницей, более чем 80 тикетов и похоже, что у них все же это получится, потеряв Юниона танк, то разница по количеству общих тикетов сложится именно в пользу Октавии. Очень быстро проходят перетяжки по точкам. Команда Октавия забирает открытые флаги. Чарль забрала право, пошла перетяжка сейчас от Бургаса на Альфа, но тем временем Прига и HTC вернули домашний флаг Дельта и три флага сейчас у Юнионов. подъехал танк от Октавии на 29 единицах здоровья решил прорашить точку и делает прекрасный минус 2 помогает своими бойцам забрать второй домашний флаг Дельта Юнионов. Юнионов теряет еще и Юнионы домашний эхо, то есть сейчас ситуация очень плохо складывается для российской команды, очень плохо. кто знает, мы сможем наблюдать некий камбэк во втором раунде ведь Юнионам нужно сделать кардинальную работу над ошибками два раза на протяжении первого раунда на Кровавой Заре Юнионы потеряли все флаги. Но Юнионы играли на сложной стороне, где домашний флаг представляет два больших здания с большой площадью покрытия. Это флаг эхо, который очень сложно удержать и очень легко басы все слышали мои басы и так далее. 10 секунд до начала последнего раунда на Кровавой Заре за Юнионы за Америку. Таких случаев проверим. Юнионы за Америку. Да, все правильно. У нас по табло, так что наслаждайтесь игрой. Пошел последний раунд. Лоска уже и Брига с HTC разменяли с первыми ТВ-ракетами. Подлетает Лоска с Свилмонки к центру карты. Решили агрессивно играть. Пошел штурм Брига и HTC вертолет на вертолет. Лоска получает сейчас критические повреждения. Обе стороны получают критические повреждения. делает присадку прыгаешь и воздух остается за Юнионы. Блестящие сейчас буквально на соплях обе стороны дрались в небе. Но этим временем на земле ситуация сложилась в сторону Юниона. Видимо, Юниона решили все решили все же что-то как произошло не так в первом раунде на Кровавой Заре. Пытаются октавионы переезжать точку Браво, но вертолет здесь просто решает точка открытая и очень легко проконтролировать ситуацию на данном флаге. Разбрасывает марс мины, забирают с Бургесом С-Центр. 1 на 1 на дельту сейчас на точке на домашнем флаге октавионов и услышал хэппинус что пошел разрез делают минус по нему. Жаркий бой сейчас проходит на эхо последний флаг на котором решается ситуация в чью-либо сторону. Но посмотрите как и что происходит. Адоус пытается прожечь зажигательными второй этаж точки эхо. Еще и места на переходе между этажами. Но юнионы выживают. Выживают сейчас. И пошел штурм пехотинцев. Аккуратно ведут себя юнионы чтобы не потерять превосходство. ведь как сложится ситуация на остальных точках сейчас непонятно. Видимо юнионы испытывают проблемы с бронетехникой. симба на 33 единиц здоровья ушел чиниться на альфу и потеряли только что юнионы свой танк от вертолета. Лоск evil monkey который прятался на конце карты. Встречая сейчас ракета чуть-чуть очень близко прошла от HTC ловит встречную ракету юнионы и сохраняет вертолет буквально на 17 единиц здоровья. Пошел сейчас штурм от Лоска. блестящие сейчас октавионы отработали по воздуху блестящая этого ракета. Не очень видно как ситуация. Полностью расстреляли сейчас октавионы но сделали все же сделали пересадку но не справляется с управлением evil monkey и размин по вертолетам произошел в небе. В тем временем юнионы надежно закрепились на домашних точках на Альфе и на Браво. Взяли домашний флаг октавионов эхо. Эти юнионы сейчас играют за легкую сторону. Напоминаю что им нужно 72 тикета чтобы полностью выиграть полностью выиграть сегодняшнюю игру. забирают октавия центр забирают дельта пытаются забрать Браво направо сейчас подъезжает танк из-за симбы будет ли агрессивно сейчас ведет себя симба пытается полностью проконтролировать ситуацию не видит последнего бойца где залег багай залег в обломках замечает замечает последнего бойца и просто агрессивно расстрелял сейчас симба последнего пехотинца но посмотрите сейчас как вкладывается ситуация доу севил манки забрали альфу пока здесь бой происходил на браво и в центре ну а третья точка у юнионов закрепляется дельтой блестяще сейчас вышит работа павел манки на соплях остался после перестрелки еще два бойца от октавии забирают пытаются сейчас переезжать дельту успевает сейчас саймон разрез дать то есть разрезаться на на нео последний боец от юнионов на точке дельта и пошел сейчас бой 3 на 3 на флаге на соплях сейчас идет бой внутри зданий на улице размен гранатами один остается багаин на точке пытается оттянуть время чтобы дать респаун своим бойцам делает минус один но умирает от баланса по количеству бойцов в пользу юнион 3 флага у юнионов октавии один прошу прощения уже 4 флага у юнионов сейчас идет бой за возвращение эхо октавионами 215 против 141 в пользу юнион юнион есть шансы отыграться прекрасно прекрасно сейчас отработанный шоум киллером в дуэли против помпея сделали перетяжку октавия на альфу но тем временем у нас происходит бой вертолетов размен размен только что произошел с обеих сторон по вертолетам остается бригл успел он выпрыгнуть это мало что как-либо поможет если только он сделает передизлокацию не получается сейчас у юнионов пережать последнюю точку альфа удачную для их стороны тело сейчас минус вышит но получает встречный от шоун киллера марста решили октавиона закрепиться на на закрытых точках собрали сейчас дельта пошла перетяжка от саймона на дельту и посмотрите сейчас адоусы два пехотинца закрепляются направо отъезжают в центр сейчас будет встречать юнионов на дельте и у юнионов есть шансы сейчас потерять большое количество тикетов тем самым дам дав октаве победные очки в текущем поединке три на два флага тикетов тело сейчас перетяжка неона эхо но ситуация один на один где они нах смотрим сейчас марса пытается прожить зажигалками неона получает сейчас торпеды от вышеды помогает еще и хэппинес похоже эхо все же уйдет в руки юнионов два на два бойца нео еще остался сверху на здании будет давать респауна в случае неудачи минусую сейчас мастер спину нео пошла пошло пережатие эхо два вертолеза сейчас сталкиваются в небе минусую да минуснули все же юнионы вертолет октави блестяще сейчас пилотировали российская команда российские пилоты но это очень не очень помогает ведь даже если сейчас вертолет в небе у юнионов у октави пять флагов только что было они оформили фулл кап на кривавой заре буквально на короткий промежуток времени и у юнионов есть совсем мало тикетов чтобы вернуть изменить ситуацию свою сторону 92 против 117 в пользу юнион но у октави четыре флага и это значит что оно действует очень быстро очень аккуратно и очень слаженно пошел сейчас штурм центра пытается сейчас брига на развороте поймать танк доуза в центре отвлекаясь сейчас октавион вертолет направо происходит размин пехоты на альфе два на одни на альфе не удается сейчас первого захода бриги штси минус нуд танк доуза заехал сейчас доуз направо и как там будет сейчас складываться ситуация горит пылает сейчас танк в октаве минут потеряет танк перестреливает всех бойцов октаве и браво остается нейтральным убегает помпей и сможет похоже заберет вернуть пытался вернуться на точку эхо сейчас вышит но испытал проблемы со стороны октаве готовы они уже были его встретить на соплях ведет бой саймон на вас тут подбегает еще два пехотинца и центр все же возвращается юнионом 80 на 79 тикетов остается еще совсем чуть-чуть юниона похоже мне удастся все же выиграть эту карту и это означает что октаве сегодня побить получит по одному очку октаве все же получит не прошу прощения если выигрывать одну карту значит два очка получает октаве и два очка получает юнион в случае если выигрывается одна карта третий флаг все никак не вернется в руки юнионов до последнего сражается октаве если сейчас юнион выигрывает еще точнее не выигрывает уже хорошо так помешает октаве то это не сыграет пользу так не так так это как и было До конца сражаются вертолеты в небе. Зател сейчас пролоска. Пошли ТВ-ракеты. Смотрим, как себя вердет в небе HTC. Кажется, ганера. Забрали ее на третью точку. Имеют под своим контролем больше половины флагов. Чуть-чуть буквально HTC не хватило, чтобы минуснуть. СТВ-ракет, вертолет, лоск, ревелманки и все же добивают Зуни и... Гидры, ну, конечно, ракетами его добивают. Я уже забыл, как это называется, правильно? И с помощью снаряда ганера вертолет остается в небе у Юнионов. Но Октавия сконцентрировались на земле. Забрали три флага. Один до сих пор у Юнион. Два решает... Судьба двух решается. 38 на 25 стороны Юнион. Очень хорошо постарались, Октавия. Закратив разрыв. Более чем 80 тикетов. И... Теряет сейчас танк, расстреливает... HTC бойцов Октавия. Под конец раунда это очень плохо для Октавия. Так. В два танка сражаются Юнионы. Пойду сейчас агрессивно рашить домашние флаги. Очень большой фейл от Адоуза под конец четвертого раунда. Но с учетом, что Октавия выиграла первый раунд с очень большой разницей, то... Карта остается... Победной для итальянцев. Еще 32 очка в пользу Юнион. Итого... 193 против 232 в пользу Октавии. Субтитры создавал DimaTorzok